В Октябрьском суде Саранска прошло очередное заседание по делу артиста ансамбля «Разгуляй». 11 июля председательствующий показал то самое видео, которое запечатлело гибель Дмитрия Зубнина. Просмотр ролика откладывали несколько раз, и теперь стороны дела вместе с судьей внимательно изучали кадры. На них пока еще живой Дмитрий и его коллега по работе представили, в квартире которого, собственно, все и произошло. Оба договариваются о сумме спора и условиях борьбы. Съемку производит подсудимый Анашкин, но потом ситуация меняется. И тут мобильный телефон переходит в руки Простовилина. И вот уже Роман с Дмитрием стали обсуждать дальнейшие условия и ход спора. Когда оппоненты были готовы начать поединок, хозяин квартиры попросил обоих пройти в соседнюю комнату, дабы не поломать имущество. Все вчетвером направились туда, однако девушку в комнату не пустили. Мужчины стали разминаться и заранее обговорили жест, который может остановить поединок – похлопывание по партнеру. Но никто не постучал. На протяжении двух минут Анашкин удерживал Зобнина в таком положении. Простовилин периодически спрашивал Дмитрия, но ответов не поступало. Когда Роман отпустил Дмитрия, тот уже был без сознания. Анашкин стал оказывать медицинскую помощь, но было поздно. Тем временем в суде представитель потерпевшей стороны выступила с ходатайством – пригласить эксперта, который проводил вскрытие. Ведь первичный диагноз, выставленный врачами скорой помощи, другой. После просмотра видео Анашкин был готов выплатить в счет морального вреда жене и отцу погибшего по 200 тысяч рублей. Но потерпевшие отказались. Готовы вы принять деньги? Я сына за деньги не меняю. За такую смерть, что вы видели, даже не разговаривайте. В связи с этим тогда позвольте еще один вопрос задать. Тогда как вы можете объяснить ваши исковые требования, которые вы подали? Мы озвучили сумму в размере трех миллионов. То, что суд решит, вот это будет для меня решение. С его рук я ни копейки за убийство моего сына я не приму. Никогда. Анастасия Семушева, Игорь Гангаев. Программа «Проишествие». Программа «Проишествие».